The original link to the video will be in the description down below. Это, наверное, самый худший гранд-финал EVO в истории. Со стороны зрителей казалось, что два друга делают посмешище из самого крупного турнира в году. Но если вы знаете подноготную, то это были годы ненависти, которые вылились на этих двух игроков. Но не из-за того, что они говорили гадость, или потому что они были врагами сообщества, их ненавидели, потому что они играли Байонеттой. Они выбирали сильнейших, потому что хотели победить, но их персонаж разделил комьюнити напополам. Персонаж, который убил Смэш 4. Байонетта, вероятно, самый ненавистный персонаж в любой игре из серии Смэш. Но ирония в том, что зрители сами хотели добавить её в игру. Несколько месяцев спустя Байонету наконец-то добавили Смэш, и люди просто были счастливы. Но эта радость резко сменилась на ужас, когда игроки поняли, на что этот персонаж способен. Смэш. 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 Байонетта была на вершине всех топов среди персонажей игры. С самого начала было понимание, что она сломана. Человек купил игру прямо в первый день продаж. Поиграл несколько дней, и затем обыграл всех в Японии на очень крупном турнире. Да, игрок хорош, но ни один персонаж в игре не был так простым и успешным в использовании, чтобы человек просто купив игру, поиграв несколько дней, приехал и выиграл турнир такого калибра. Четвёртый Смэш уже сталкивался с влиянием мощных персонажей, но Байонетта была сверхмощной. Она быстрая, у неё хорошее восстановление, и для её уникальной механики в то время было очень опасно вообще нападать на неё. Но что конкретно сделало Байонетту непобедимой, это то, что у неё было убийственное комбо одним касанием в любой точке экрана. У неё была шикарная атака и защита. С одного комбо она могла уничтожить любого. Она почти не имела слабых точек. Моё мнение, Байонетта тащит игроков. Её очень легко использовать, и если выполнять всё идеально, то противник ничего не сможет сделать. Итак, ненависть к Байонетте появилась почти сразу же. Но это никого не остановило от её использования. От профессионалов до обычных, все хотели халявную победу, поэтому они выбирали Байонетту. Я не знаю, почему люди в ярости от Байонетты. Смотри, я заплатил 5 долларов, поиграл неделю, я заслуживаю призы за свои старания. Байонетта однозначно была сильная. И так, в 2016 году Нинтендо решила понизить ей показатели, и на какое-то время люди думали, что эти обновления работают. Мы видели очень большое снижение показателей Байонетты в связи с новыми патчами, и у множества игроков она упала из лучших, до даже разговоров, что она и не топ-10, и не топ-20. В этот момент уровень той боли, которой был, чуть-чуть снизился. В конце концов, понижение особо не помогло. Да, для обычных игроков стало тяжело в особо играть, но проигроки до сих пор могли тебя убить, если вы даже дыхнёте в их сторону. Она всё равно была лучшей персонажей в игре, и никто не мог ничего сделать с этим. Перемещаемся в 2018 год. Полтора года прошло с последнего обновления, и Байонетта всё ещё доминировала на турнирах. Патчи уже перестали работать, и уже нет надежд на последующие обновления. Игроки настолько были в ярости от Байонетта, что некоторые регионы просто запретили её использование. И несмотря на то, что это особо не повлияло на ситуацию, людям всё равно надо было излить свой гнев. И на ком ещё так можно выпустить парк, как не на игроков с персонажем Байонетты? На протяжении турниров можно было увидеть зрителей, которые поддерживали всех, кто не играл Байонеттой. Так было много раз. Я был на турнирах, где люди отказывались сжать руки тем, кто использовал Байонетту. Но те игроки не были особо злы на это. Неважно, новичок ты или уже профессиональный игрок, все, кто выбирал Байонетту, были обречены. Это со стороны выглядело ужасно, но это реально случилось. В большинстве игр выбор топов — это путь к победе. Но здесь сработало множество факторов. От снижения просмотров до ограниченного выбора персонажей. Игроки на персонажи Байонетты были козлами отпущения, и люди их дико ненавидели. Селим почти выиграл. Он дошёл до финала, используя Байонетту. Много людей говорило, что его вытаскивал свой же персонаж. Байонетта вообще была тупая. Остальные игроки были на 13 и 17 месте. Какого хрена он вообще выигрывает? Я не знаю, кто из вас помнит историю данного турнира, но за месяц, что я комментировал данный турнир, люди не знают, что собственно произошло. Селим выиграл Apex, международный турнир, в котором участвуют больше ста игроков. Лучшие игроки мира. И пока Байонетта побеждала и брала первые места, сообщество подогревало двигатель негатива, и на Иву 2018 эта ненависть достигла пика. М.К. Лео и Твик, два лучших игрока в мире, не смогли принять участие в том году. В итоге это оставило турнир без явных фаворитов. Хотя был всё-таки один фаворит. Байонетта. Тогда на Иву в топ-8 присутствовало три Байонетты, и две из них вышли в финал. Капитан Зак против Лимы, Байонетта против Байонетты. Это был матч, который ни один зритель не хотел смотреть. И здесь была веская причина, чтобы выключить стрим. Всегда есть проигравшие, но большинство людей просто ушли. Публика расстроилась, что такое произошло именно на Иву. С самого начала финал казался не очень. Игроки стали разговаривать, смеяться между собой. Это больше смотрелось на дружеский турнир между местными, а не финал самого крупного в мире турнира. Когда капитан Зак случайно самоуничтожился, Лима по-дружески помог ему. Он специально проиграл свой раунд, вместо того, чтобы завладеть преимуществом в гранд-финале Иву. Итак, вы знаете, что я думаю насчёт помощи по-дружески? Здесь Лима мог просто сильнее сыграть, победить, и никто не кинул бы и одного процента гнеба в их сторону. Если бы он здесь сыграл и выиграл. Да, люди продолжали бы ныть по поводу Байонета, но они постоянно ноют по поводу неё. Это был бы просто очередной турнир. Но из-за того, что Лима решил выручить друга, всё пошло по касательной. Но по факту они продолжали дальше играть. До вот этого момента. Они просто сидели, заряжали пули Байонеты, и на протяжении двух минут ничего не делали. Единственная причина, из-за чего они продолжили играть, когда Бэр, один из технических директоров турнира, решил просто поговорить с игроками. Они не двигались. Так как в правилах сказано, если ты не двигаешься, не продолжаешь после предупреждения играть дальше, то оба просто были бы дисквалифицированы. Это была причём первая жёлтая карточка, которую я дал во время турнира. После матча я им, правда, объяснил, что вы шли против правил всех игр на Иву, и, слава богу, они продолжили играть после моего предупреждения. Сказать, что комьюнити Смэш 4 было расстроено, ничего не сказать. У них дико бомбило. Представь, если я сделал бы это. Не знаю. Вы не представляете, что бы случилось. Меня бы уже убили, наверное. Я вообще бы не сидел бы здесь, с вами общался. Это был тупой трюк двух подростков, которые с тех пор выросли и осознали свои ошибки. Но это не остановило людей. Люди писали, что они испортили Иву, потому что для четвёртого Смэша это был последний крупный турнир перед тем, как его сменит другая игра. В глазах множества людей время Смэш 4 на главных площадках закончилось после данного инцидента. Из-за чего делался вывод, что Бойонетто уничтожило величие данной игры. Прошли годы, некоторые игроки, использовавшие Бойонетто, решили закончить с профессиональным Смэшем, но не из-за того, что игра уже умирала, а из-за многочисленного гнева при выборе Бойонетто. Через несколько месяцев после Иву Нинтендо выпустила Смэш Супер Брос Ултимейт, убив тем самым Смэш 4 навсегда. Бойонетто не такая устрашающая, как была в Смэш 4. Нинтендо научилась на своих ошибках и очень сильно её упростили. Она уже тень прошлого её персонажа и входит по тупам в категории ниже среднего. Но Бойонетто навсегда останется в пантеоне сломанных персонажей серии игры Смэш. Она уничтожила целую игру, но важнее, что она чуть не разрушила жизнь тех, кто играл ей. И ни одна нервная система не выдержит такого давления. Всем спасибо за просмотр. Вот мы с вами и окунулись в мир файтинга на нашем канале. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Если вы хотите поддержать канал рублём, ссылка на донейшн Алёрт будет в описании. Ждите дальнейших роликов. Всем до скорой встречи и всем пока.